самая наболевшая тема у мастеров причины и профилактика от слоек ну и у клиентов конечно же тоже вообще тема животрепещущая очень много вы всегда задаете вопросов по этому поводу в основном сообщения поступают директ именно по этой теме всем привет всем добрый уже день тема сегодняшнего эфира причина и профилактика от слоек в основном все сообщения которые поступают мне в директ это касаемо от слоек сколов от слоек со стороны кутикулы со стороны свободного края неважно в общем носибельности да тут как бы неважно уже где отслойки если они есть то это уже нужно уже с этим разбираться всем здравствуйте всем добрый день напишите пожалуйста кто-нибудь тему тема причины и профилактика от слоек эфир я обязательно сохраню я уже подготовила обложку я хочу чтобы этот эфир у меня был я как-то уже вела похоже но по-моему я его не сохраняла обязательно мне нужно чтобы он остался чтобы когда вы задаете очень много вопросов я хочу объяснить девочки тем к кому во первых если вдруг не отвечаю в директ дублируйте сообщение они просто теряются проскакивают бывает попадают куда-то непонятно в инстаграм и когда задают вопрос я сделала укрепление медиум базы идут отслойки можно скажите пожалуйста причину я вот так всегда я не могу однозначно ответить на этот вопрос а потому что я не видела какие ногти у клиента б я не видела как вы выполняли укрепление и вообще без фотографии сложно вообще что-либо из мыши не экстрасенсы как ну то есть чтобы не вводить вас в заблуждение не хочется отвечать вот как-то просто какими-то заготовленными фразами моя цель и моя задача вот всегда была есть научить вас разбираться грамотно научить вас подбирать технологию индивидуально клиенту по состоянию ногтей по образу жизни клиента подбирать материал подбирать технологию не так чтобы вы скажи вот тут хорошо или плохо это черное или это белое это белое это окей белое значит белое задача моя научить вас самих видеть это и самих понимать тогда специалисты будут очень грамотные все то есть когда вы подбираете клиенту технологию индивидуально это повышает а лояльность клиента б ваш профессионализм вот знаете это как как в дизайне то есть выработать насмотренность нужно когда к вам приходит клиент вы не просто садитесь начинаете тупо там хочу делаем наращивание какая форма четверка какая длина там форма квадрата на радио длина четверка и пошла то есть задача увидеть какая ногтевая пластина у клиента форма можно ли эту форму делать или нельзя каким гелем я буду пользоваться а какую базу я на дно положу а если у нее сухие ногти то какая база а если влажные то в этом случае какая мне нужна а если тонкий могу ли я делать такую форму и такую длину а если трапециевидные какую лучше порекомендовать форму пойти вот здесь казалось бы до маникюр но на самом деле это очень очень важно угодить клиенту не просто сделать ей ногти какие она вам сказала и получить денежку а именно угодить чтобы клиенту нравилось чтобы он долго носил чтобы вы гордились своей работой и знали точно но хотя бы на 90 процентов что блин я все сделала классно она проходит я могу из чистой совестью записывать на следующий визит и она сто процентов ко мне придет понимаете вот это все идет от повышения профессионализма вы всегда говорит там я не уверена в своих работах я там не уверена что я делаю хорошо я сомневаюсь там все эти сомнения понятно на начальном этапе на вы только закончили там в течение года у кого-то двух лет у вас будут еще вот эти качели я не уверена ой там страшно она попросила там моя в эту форму еще там не очень хорошо умеет делать это все как бы выравнивается главное что я хочу сказать не стойте на месте вот я уже многим рассказывала свою историю как я становилась мастером у меня всю жизнь все через свои ошибки через свой опыт собственный вот у меня вообще ну по линии моей жизни у меня так предначертано но не неважно по каким я это критериям определила но вот я так я иду исследую эту жизнь через путем своих ошибок исследователей и доношу уже вам это прожив все это сама я была самоучкой я вообще начинала наращивать ногти сама и отучилась на маникюр что же не закончила увидела как наращивают ногти и я хочу и начала делать сама мне не было в городе даже ни одной школы по наращиванию нужно было куда-то ехать возможности не было это сейчас в доступе вас столько информации не выходя из дома что вы просто я говорю берите все сейчас все что есть как можно быстрее потому что пока вы сидите сомневайтесь и думайте кто-то уже идет вперед а вы там что-то думаете боитесь и я очень долго сама доходила до многих моментов это очень долгий путь он конечно где-то в нем есть плюсы но это очень долгий путь когда доходишь сама до всего потом когда появилась возможность уже я уже ездила на повышение квалификации будущее уже таким прожженным мастером там через кучу проб и ошибок пройденным я вам скажу что путь обучение именно с грамотным преподавателем и человеком который уже прошел этот опыт это гораздо приятнее не каждый на моем месте бы выдержал и остался мастером пройдя вот все вот ошибки неудачи самостоятельно многих это ломает раз ошибка два ошибка там не получилось не довольна а подсказать некому интернета нет школ нет то есть все это сам сам что-то там у себя в голове доходишь это тяжело морально я как бы выстояла кто-то может не выстоять и просто просит профессию поэтому я вам рекомендую все-таки учиться повышаться постоянно чему-то где-то хорошо я боюсь сделать толстый крайне сейчас начнем вот это как я всегда начинаю практически с того что призываю вас всегда повышать свою квалификацию пока вы еще не там это я даже сейчас еще уже будучи преподавателем несколько лет уже пройдя путь мастера десятилетний и вип мастера уже пройдя кучу конкурсов будущий чемпионом европы по моделированию тоже говорит о том что как бы я умею делать хорошо ногти уже уже это доказала всем это я еще сейчас вот все равно что-то когда-то вот а вот так наверное лучше можно вот так ну то есть всегда что-то еще новое до себя нахожу а уже не говоря новичках мастера ой блин вы наверно писали тему я прозевала до тема увидела прикрепила спасибо огромное спасибо мари и мария вот так вот вернемся к причинам отслоек я уже наверное могу находить сотни тысяч причин отслоек но вы должны научиться разбираться сами если вы один раз уделите вот сейчас поставьте цель для себя стать грамотным специалистом научиться разбираться в типах ногтевой пластины научиться подбирать клиенту технологию у вас не будет потом возникать вопроса почему у меня отслоился гель-лак почему у меня отслоился белок вот вы задаете вопрос директ почему отслаивается гель-лак как на этот вопрос можно ответить однозначно никак никак научиться самим разбираться в материалах в технологиях и в типах ногтевой пластины все и вы станете просто тем человеком который не будет задавать таких вопросов он будет знать все сам уметь анализировать самостоятельно так вот начнем с причиной отслоек со стороны кутикулы при гель-лаком или гель-лаком укреплений это чаще всего неправильно подобранная технология то есть когда у вас у клиента предположим тонкая влажная ногтевая пластина слабая тонкая влажная ногтевая пластина какую систему в этом случае я буду использовать а обязательно на тонкую влажную ногтевую пластину вот ее видно что он почему у меня тухнет экран я извиняюсь мне почему-то потух тут вас и вам видно вам слышно все хорошо есть у меня тонкая влажная ногтевая пластина я всегда в качестве базового геля использую базу гель-лака это жидкая гель-лаковая база у нее самая мощная самая сильная адгезия почему потому что гель-лаковые базы это пористые материалы и пористые материалы так как у них молекулы вот такие вот открытый как губочка они очень хорошо абсорбируют влагу что это значит то есть они ее впитывают и они испаряют понимаете не вот если пластина влажная она влажная мне нужен материал который будет справляться с влагой он ее будет принимать и выпускать принимать и выпускать и двигаться вместе с ногтевой пластиной пористые материалы они как правило гибкие гель-лаковые базы они как правило гибкие эластичные есть такое ноготь влажный тонкий он тоже очень гибкий и эластичный если будем использовать на тонкую влажную слабую перепиленную вот прям плохую плохую ногтевую пластину базу гель-лака в качестве первого слоя сто процентов будет меньше от слоек вот сто процентов далее мы сейчас про базы говорим сухо влажная тонкая ногтевая пластина это база гель-лака жиденькая самая жидкая не спрашивайте можно ли медиум базу можно ли максим нет жиденькую можно также использовать в качестве первого слоя файбербазу клер прозрачную именно у нее витаминки есть она хорошо укрепит как первый слой но лучше всего только ее отдельная кисточка так как она густая лучше жидкую почему когда поврежденная тонкая слабая ногтевая пластина у нее на поверхности если увеличить у них областы это верхние слои ногтевой пластины они вот так как чешуйки приподняты то есть на поврежденные они не лежат вот так закрытые как у здоровой ногтевой пластины они вот так вот приподняты чуть-чуть если буду использовать густые базы как первый слой максим базу или там гель возьму вообще сразу и начну на голову ногтевую пластину его укладывать просто густой гель густой консистенции он не проникнет в мелкие вот эти повреждения и не даст сильную цепку образуются маленькие воздушные пространства и постепенно могут пойти отслойки понимаете плюс же густые гели они менее гибкие а ноготь влажный тонкий он такой как тряпочка и ему нужен такой же материал который будет вместе с ним двигаться это что что касается то что касается зоны около кутикулы именно влажные слабые ногти это база гель-лак я обязательно шпаргалочки потом сделают stories и вам по выставляю если сухая ногтевая пластина очень сухая ногтевая пластина это как правило возрастные ногти возрастные ногти у женщины с возрастом кожа волосы также ногти становятся более сухими это база супер bond ее можно использовать и на нормальные ногти на нормальный можно и ту и ту если влажным он если сухие супер bond супер bond это база гелевая нерастворимая не пористая не гибкая почему на сухие ногти супер bond если на сухие ногти помним да как гель-лак действует с ногтями вообще взаимодействует база гель-лак если я возьму на сухие ногти нанесу базу гель-лаковую как вы думаете это будет хорошо ли это будет плохо вопросы почитаю потом пишу это хорошо или это плохо если на сухие ногти нанесу базу гель-лака ногти станут еще суши база гель-лака гель-лаковые системы в принципе сушат ногтевую пластину вытягивая из нее влагу они за счет нее живут они влагу вытягивают испаряют вытягивают испаряют вот взаимодействие постоянно сухие ногти станут еще суши если вы видите что у вас у клиента скалывается гель-лак это говорит о том что ногти стали еще вот вы снимаете гель-лак вот я помню когда начался только гель-лак я через все это прошла но все стали снимать гель и делать гель-лак все всех возрастов женщина возрастная гель-лак обрубаем ногти делаем гель-лак все размачиванием будем снимать на сухие ногти размачиванием убийство для ногтей просто убийство ты обрезаешь делаешь гель-лак раз она относила нормально гель-лак 2 и начинаются сколы сколы много скручивается в трубочку вот такую вот это говорит о том что просто он высох настолько что все он уже не держит гель-лак гель-лак настолько высосал из ногтя в лаку что он скрутился весь как листик сухой нельзя на сухие ногти возрастные вот увидите он такие сухие ломки они как правило прям вот откалываются даже вот если здоровый ноготь он гибкий эластичный вот такой вот весь и здорового цвета если увидите что много вот скалывается свободный край расслоенный сухая ногтевая пластина вот у женщин после 45 не может быть влажных ногтей как правило они всегда сухие прикиньте поэтому база супер бонд понятно она не сушит ногтевую пластью не высушивает за счет того что она не пористая не вытягивает влагу и вообще запомните возрастным клиенткам только гелевая система с базой супер бонд негель лаковая гелевая если ногти крепкие в принципе более или менее не сильно там они у нее скручиваются не сильно сыпятся можно без запечатывания делать укрепление если у нее сухая ногтевая пластина и такие вот скрученные ногти все вертолетами идут то мы еще делаем запечатывание свободного края жестким гелем если влажная ногтевая пластина но она при этом с очень слабая она при этом очень слабая поврежденная перепиленная предположим конечно же мы ставим на дно базу гель-лак но если у нее свободный край вот такой вот тряпочный никакая база гель-лака не выдержит понимаете здесь нужно укрепить свободный край жесткими жесткой системой я настолько фанат совмещения то есть подбирать на каждую зону ногтевой пластины свой препарат что я вам прям в это проповедую мне есть у меня много уже эфиров на эту тему на короткие ногти можно гель гель сейчас сейчас попроски я закончу почитаю вопросы база жидкая если слабый свободный край запечатывание также натурал композит или soft pink желе для чего смотрите мы должны когда ногти влажные слабые поврежденные очень сильно наша задача на зону кутикулы положить мягкий материал чтобы от слойки не пошли а зону свободного края наоборот укрепить жесткой системой чтобы ноготь не крутился не сгинался а был жесткий то есть мы в этом случае делаем совмещение мы работаем со свободным краем жестким гелем делаем запечатывание либо же до наращиваем если нужно наращивание базу обязательно жидкую беллака и как моделирование можно уже в принципе взять любую гель сейчас и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, все хорошо видно, слышно, ничего не зависает. Вот, пошло-пошло-пошло. Да, я забыла Wi-Fi включить. Блин, простите, пожалуйста. Запись эфира будет. Запись эфира будет. Я его сразу сохраню и тут же выложу в ленту. Обязательно оставляйте комментарий под пустом. Хорошо? Если смотрели, просто напишите, понравилось, не понравилось, была ли ценная информация, какие хотите, может быть, еще эфиры. То есть проявляйте активность. Я стараюсь для вас. Так, сейчас я пойду вопросы отвечать. Блин, я думаю, почему люди начали отскакивать. Так, спасибо, что сказали. У клиентки 45 лет, влажные руки, тонкая пластина и на двух ногтях начали скручиваться. Сделала ей укрепление свободного края и справила скрученность. У клиентки 45 лет, влажные руки. Ну, это редкость на самом деле, большая. Ну, 45 лет, вы знаете, в этом же возрасте может быть климакс, наверное, уже, я не знаю точно. Но обычно, если, когда влажные руки в молодом возрасте, это нормально, это гормоны. У них там все еще устаканивается. Когда влажные руки в возрасте уже, это тоже, скорее всего, какие-то гормональные сбои. Либо это уже предклимакс может быть, возможно, у кого-то бывает и 40 лет, я знаю. Может быть, это какие-то внутренние заболевания. То есть, это уже не есть хорошо. Это уже не есть хорошо. Сделала ей укрепление свободного края и справила скрученность. Правильно? Правильно. Правильно. Виснет, виснет, виснет. Блин. Ой, он давно виснет. На короткие ногти можно делать гель? Можно делать гель. Единственное, что запечатывание. Если очень короткие, очень короткие ноготуленьки, запечатывание делать от одной единицы. А так можно, если аккуратненько, только стараться их не делать слишком объемные, можно. А файбер можно на возрастные. Ну, прям если возрастные-возрастные, лучше все-таки гель. Лучше все-таки гель. Ну, вот я маме, кстати, делала. Делала ей один раз. Вот, кстати, не очень, не очень. Все-таки лучше гель. Влагу вытягивает. Жидкая база, мягкая. Жидкая база, она жесткая вообще. Но она с очень сильной адгезией. И мы ее, когда тонким слоем кладем, ее жесткость не влияет ни на что. Так, если у девочки прям течет с ладошек, как ей лучше быть? Ходим полгода, раз в три недели. Только в этот раз выяснили про потливость. Сама я не замечала. Материал носится плохо. Течет с ладошек. Это гипергидроз. Он встречается в основном у молодых девочек в период гормонального становления. У нас, кстати, в школе сейчас есть такая одна модель. Мало того, что у нее течет с рук, она еще и грызун. Она их сгрызает. И там, понимаете, ей нарастить нужно. Ну, как бы нарастить ей лаком не выдержит. И там ей тоже совмещение делали. Мы ей нарастили свободный край на мультиформы. Вот смотрите, для грызунов, я вчера вот еще на выставке отвечала на такие вопросы. Для грызунов самая лучшая технология – это наращивание на мультиформы. Почему? Потому что просто подставить форму, смотрите, под грызуны, мы ее там ставим на честном слое. И там, как правило, по боковой линии вот такие вот выщербленные есть. Выщербленные неровности, какие-то ступеньки. И, скорее всего, эти ступеньки, они потом превращаются в трещины и отваливаются. А мультиформа, она создает каркас единый. И даже если у нее по бокам чуть-чуть начнет выщербливаться, они никогда не отвалятся, потому что это очень прост, прочный каркас. Мы наращиваем свободный край на мультиформу, протягиваем его жестким гелем и от кутикулы уже гель-лаком. Вот единственное, у нее настолько были влажные руки. Мы, конечно же, ей сказали через две недели прийти. Каждые две недели. Все, через две недели не пришла, все, десяти не будет. У нее, может быть, сегодня все десять на месте, завтра все уже отвалятся. Вот с грызунами с ними лучше. Кстати, урок бесплатный по мультиформам у меня есть в актуальных сторис, там написано «Подарочки». Там вы можете скачать тренировочные листы бесплатно и посмотреть урок по мультиформам. Эфир я обязательно сохраню. У моих часто отслойки именно на больших пальчиках. Почему на больших часто? А, ну вот рабочие, возможно, указательные. Часто на указательных. Смотрите, еще такая история. Почему отслойки до стороны кутикулы? Это ошибки в архитектуре. То есть подбор материала и ошибки в архитектуре. Если вдруг у нее на короткое ногтевое ложе, и вы ей делаете длинную длину, и апекс выстраиваете еще четко посередине, он через неделю растает в свободный край, идет нагрузка на свободный край, и начинаются сначала маленькие отслойки со стороны кутикулы, потом квакающие вот такие. Квакающие отслойки на 100% неправильно подбор материал и ошибки в архитектуре, в построении, форме, длине, там куча их может быть. Вот параметры архитектуры – это очень важная тема. Нужно настолько знать идеальный вот этот искусственный ноготь, и как он должен выглядеть на разных формах ногтевой пластины, потому что первое наращивание, оно всегда… Самое крепкое – это натуральные ногти, укрепленные искусственным материалом. Наращивание – это всегда самая слабая архитектура, понимаете? Нужно прям там настолько соблюсти все параметры, чтобы оно хорошо проносилось, что мама не горюй. И вот эта тема, кстати, лекция, понятие архитектуры искусственного ногтя, вот должны знать от зубов. У нас, кстати, она входит во все курсы, во все курсы повышения и базы. Даже в маленьких курсах, там все виды коррекции, предположим. Кстати, вот сейчас маленькие курсы, по-моему, с 50% скидками, там 1400 или 1900. И даже во все маленькие курсы входит биохимия акрилатов. Когда вы прослушаете, если вы ее никогда не слушали, биохимию акрилатов, вы офигеете. У меня после этой лекции просто мозг взорвался, когда я первый раз в жизни ее услышала. Вы начнете вообще на материалы смотреть по-другому и понимать, почему тут гель, а тут гель лав. Чем они отличаются? Как их совмещать? Можно ли совмещать? Нельзя ли совмещать? И вот биохимия акрилатов и понятие архитектуры искусственного ногтя. Вот эти две лекции, если вы никогда их не слышали и вы не умеете, не знаете, как в этом разбираться, вот у вас перевернется все сознание после них. И у нас эти лекции, они вставлены бонусами во все даже малюсенькие курсы, потому что для нас это очень важно. Очень важно, чтобы мастер был грамотным. А начинается все именно с биохимии и архитектуры искусственных ногтей. Все. Кстати, сегодня еще последний день действует распродажа на все курсы повышения. У нас же выставка была. У меня в шапке профиля есть ссылка с перечнем всех курсов. И я обязательно выставлю после эфира. Кто хотел приобрести, но не успел, сегодня еще до конца дня есть возможность. К сожалению, надо убежать. Пожалуйста, бегите, эфир сохраню. Купила штангель-цирку для измерения толщины. Толщина искусственных ногтей при салонном моделировании толщина боковых линий и торца 0,5-0,7 мм в опиленном состоянии. Миллиметр уже много будет. Вы потом еще покроете два слоя цвета и топ, и будут жирные такие. Меньше 0,5 нельзя. Визитная карточка – это толщина боковых линий и торца ногтя после опила. Точка стресса, зона стресса у всех разная. Там от, может быть, от 3 до 5-6 мм в толщине, в зависимости от длины и формы. Да, я понимаю, та же сама-сама училась, и неудачи были. Да, поэтому я всегда говорю, идите, учитесь, сейчас в доступе столько информации и бесплатной, и платной, что не выходя из дома причем. Конечно, нужно уметь ее переваривать, усваивать и самой делать. Есть девочки, которые не умеют учиться онлайн, для них только нужно, чтобы стоял кто-то. А есть такие, наоборот, которые, вот у меня даже такие были ученицы, она делает все хорошо. Ты знаешь, что она уже делает. Только ты к ней подходишь, она начинает нервничать, и все. То есть таким девочкам лучше дома. Посмотрела, взяла модельку, отработала. Посмотрела, взяла модельку. То есть все люди разные, и подбирать формат обучения нужно, конечно же, под себя. Никого не заставляю, не призываю идти в онлайн учиться, если это не ваше. Но если вы можете обучаться самостоятельно, все для этого сейчас есть. Так, 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 ниже листаю. Сейчас я прочитаю вопросы и покажу вам, я приготовила подставочку с необходимыми материалами. Вот что обязательно должно быть у мастера-профессионала. Вот что прям вот, чтобы уметь, вот то, о чем я говорила, уметь делать правильный подбор технологии, что у вас должно быть в арсенале, в идеале. Сейчас я все поставлю на место. Я ничего лишнего не поставила специально. Поставила только то, чтобы я вот сейчас была бы мастером, чтобы я себе в арсенал взяла. Почему файбербаза от кутиков отслаивается? Если, смотрите, смотри какая файбербаза. А, по архитектуре, может быть же тоже, смотрите, небольшой натек. Это уже, это уже отслойка. Не просох обезжириватель, осталась влажная пластина, может быть. Ультрабонд жирный, вот этот липкий, когда уже остался на дне, и вы наносите, и он не испаряется, а жирная пленка лежит. Слабая будет адгезия. То есть очень много причин. Очень, очень частая причина плохо вычищеноптериги, то есть недостаточно качественный маникюр выполнен был. Очень много. Еще, конечно же, вы можете сделать все по технологии. Вы грамотно подобрали, но они не идут отслойки. Есть такие клиенты, он перед вами, это бешеные, которые вот грибут ногтями просто как не в себя. Прям просто таким клиентам старайтесь сделать минимальную длину и все соблюсти параметры, сделать минимальную длину, чтобы нагрузка не шла на свободный край. У меня от кутикулы-то уже, как правило, не идут отслойки. Я уже там приловчилась, как себе делать. Но свободный край у меня летит просто. Вот я и Вера Николаевна, это два вообще, две кометы. У нас ногти просто вот так. Поэтому я стараюсь, если я делаю себе длинный, вы знаете, иногда делаю, я вот так вот просто себя по рукам бью, чтобы ничего не шкрепсти, нигде не вставить этот ноготь. Так мне лучше коротенький, обязательный. Только гель без опечатывания вообще ничего у меня не стоит. Вообще. Три дня и идут отслойки. Вот такое. Сколько материала нужно для старта? Вот сейчас покажу вам. Ну это вот в идеале, чтобы быть профессионалом. Файбер Даймонд почти у всех отслойки. Обязательно под Даймонд жидкую базу. Смотрите, те базы, чтобы учиться разбираться, тоже в материалах нужно. Те базы, у которых есть цвет, то есть они камуфлирующие, или они с шиммером, с блёсками, с пигментом, у них всегда будет слабее адгезия, чем у прозрачных. Если ногти не очень хорошие, могут пойти отслойки. Всегда наносите жидкую базу гель-лака первым слоем, тоненько-тоненько. Всё. Не будете знать проблем. Как попасть именно к вам на оффлайн-обучение? Девочки, я, к сожалению или к счастью, не веду оффлайн-обучение нигде, ни в каком формате. У меня просто на это не хватает времени. Всё. Я отошла от этого. Это очень процесс, занимающий много времени. Я не могу его дать. Я могу только в формате онлайн. Высшие вопросы по грызунам. Блин, я не найду. О, пишите ещё раз, если вам несложно. А, Анечка, для грызунов максимум двойка. Максимум. Это вот даже много. Если грызун. Обычно грызун это микронихий. У них вот такое вот ложе. Вот такое, трапециевидное, тоненькое. Всё такое страшненькое. Ой. Влажненькое. Грызунам можно от подушки, даже двойку нельзя, девочки, много. От подушки пальца 2 миллиметра. Всё. Пока у них не вытянется ложе, не окрепнет, не скрутится в арочку, нельзя длину делать. У меня вот так. Не люблю, когда за плечом стоит кто-то, но иногда хочется, чтобы выткнули. Вот. Таким, как вы, лучше учиться онлайн и на оффлайн брать отработку 2 дня, чтобы прийти и уже какие-то конкретные моменты отработать. Сколько материалов нужно сейчас о курсе? Как попасть именно к вам на оффлайн обучения? Какой взять курс можно сегодня по наращиванию салонному? И что там будет? Кнопки подробнее не нажимались. Я обязательно выставлю в истории себе прям программы курсов. Смотрите, если вы не моделируете, вы прям новичок и хотите вот прям базовый курс, есть курс, называется комби-стайл. По-моему, он был 8, это базовый, а сейчас 6, по-моему, по скидке. Это полный курс. Там, естественно, все лекции биохимия акрилатов, архитектура, совмещение гелевых систем, разбор гелевых систем, куча бонусов, там фото и ретушь, там продажи в маникюре, куча всего. И, соответственно, базовая вся программа. Постановки форм на все виды ногтей, опил всех форм, наращивание гелем, акригелем, гель-лаком, все виды коррекции, искусственных ногтей, просто коррекция укрепления, коррекция с запечатыванием, совмещение. Там даже, по-моему, есть сейчас бонус, мы добавляли мой урок по выкладному френчу салонам. То есть это полный курс по моделированию, полный, полный, полноценный. Там френч, покрытие, куча-куча, куча всего. Если вам нужны какие-то точечные темы, например, коррекции, с наращиванием все у вас хорошо. Вот вы знаете, как поставить форму, вы знаете, как смоделировать, опилить, все. Но с коррекцией что-то не так. Есть отдельные курсы, все виды коррекции. Туда будут ходить все виды коррекции, и с запечатыванием, и без причины отслойек, разбор отслойек, как удалять отслойки, как ремонтировать, все, абсолютно все. И также лекции биохимия и классификация гелевых систем туда тоже входят. Это маленький курс, они там по 200 с чем-то, по-моему, сейчас. Может быть, со скидкой даже меньше. Вот. Также есть по наращиванию отдельные маленькие курсы. Ну вот не надо вам полный курс. Вы хотите научиться моделировать без опила. Есть такой курс. Моделирование без опила. Он там тоже что-то около 2000 стоит совсем. Скидка 50%. Сейчас вот на эти курсы скидка сегодня, еще до конца дня, 50%. И там тоже все лекции будут. И моделирование без опила. Прямо конкретно формы разные, как, каким гелем, как выкладывать, как покрывать. То есть подробно. Плюс, по-моему, там еще бонусы комби-маникюр есть. Вот. И также есть моделирование с опилом. Вот, допустим, все вы классно делаете, с опилом проблемы. Вот многие пишут. Вот с опилом, у меня прям курс моделирования. Там опил всех форм будет. По зонам, по точкам, как правильно выложить материал. То есть очень подробный. И также бонусы, и лекции, и бонусы все те же самые. Вот, если вы прям все круто знаете, но просто хотите научиться делать быстрее, у меня есть курс скорость. Там уже для, там как именно повышение. 7, по-моему, или 8 мастер-классов. И твинди наращивание, и совмещение гель-гель-лак, и запечатывание, и коррекции. Ну, там уже я просто беру модель, 10 ногтей, и показываю, как делать быстро, где ускориться. Это прям вот, как в салоне. Беру ее и делаю полностью. Если на других курсах, там, 5 пальчиков делается, или по одному ноготочку, то здесь я прям беру всю ее и показываю, как я делаю, как я работаю с клиентами. Сейчас он тоже, кстати, курс скорость, сейчас тоже по скидке. Вот, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Ага, по грызунам ответила. Я всегда наношу базу, а я училась у Ани. Клево. Офлайн еще, наверное. Аня, здравствуйте, у клиентки высокие боковые валики, постоянно там влага. И в этих местах постоянно слойки, и очень сильно слоятся ногти. Как материал лучше подать? Базу, жидкую, герлак. Смотрите, если влажная, собирается влага, обязательно жидкая база, герлак. Сделайте запечатывание только по свободному краю, не лезьте в валики туда. Только то, что на свободном крае запечатаете. И можете взять файбербазу. Что у меня Сбербанк пишет? Ну, по-моему. Приложения эти бесконечные оплачиваются сами. И возьмите файбербазу. Будет классно. Ну, можете не файбербазу, твиньи возьмите. Или камуфлирующую возьмите. Не делайте гелем ей. Не делайте гелем. Полностью не делайте. Свободный краю крепите гелем. А смоделируйте герлаком. Герлак все-таки он гибкий, он влагу абсорбирует. Вот эти ногти, которые сильно-сильно арочные. Когда боковые валики, обычно сильно арочные ногти. Вот. Лучше брать какие-то более гибкие системы. Платень есть от курса? Какой? Скорость? Есть. Аня, добрый день. Отработка платная в эмитцентре. Если отучилась на платине, но хочется, чтобы... Напишите, пожалуйста, вот этот же вопрос. Вопрос мне в директ. И оставьте контакты. Я вот в эмитцентре смотря где. Вот. Я вот по этому вопросу менеджерам передам контакты. Они вам позвонят, расскажут по поводу отработки. На влажные ногти какие базы и гель можно хочу от вас закрепить? На влажные ногти обязательно базу, жидкую гель-лака и можно файбербазы использовать. Только после уже жидкой базы. Медиум тоже можно. Медиум можно. Но если влажные ногти, они при этом, у них свободный край, еще такой ломкий, то лучше укреплять свободный край гелем. Если отслойки, то неполное просушивание в лампе тоже может быть, если не досушили, могут пойти отслойки. Давление пилки на ноготь при опиле около кутикулы тоже может стать причиной отслойок. То есть когда гель, ноготь тонкий, допустим, лежит на нем гель, у геля еще есть остаточная полимеризация в течение 16 часов. Это вы знаете 100%. И когда вы начинаете... Смотри, допустим, вы выложили около кутикулы вот такую толщину геля. Ну, навалили. Поэтому вот у нас тоже мы в всех курсах в первую очередь учим выкладывать настолько аккуратно, чтобы опил был только вот сняли блеск. Понимаете? Если вы выложили вот такую толщину, и потом около кутикулы пилкой начинаете хреначить, спиливать, вы давите на ноготь, вы оказываете давление. И от давления еще не до конца сполимеризованный материал может отслоиться. Понимаете? Это очень важно. А когда вы выложили в ноль, вот там просто вот в нолюшек, вы пилкой только снимаете блеск и не давите. Новая клиентка говорит, что жирная пластина, гель-лак держится 3-4 дня, хочет полигель. Какой еще сейчас? Жирная? Я такого не слышала еще. Жирная ногтевая пластина. Гель-лак держится 3-4 дня, хочет полигель. Влажная? Ну полигель, если хочет, можно только на жидкую базу гель-лака. Только на жидкую базу. При влажной пластине вообще гель-лаковая система лучше. Можете на свободный край полигель поставить, а от кутикулы гель-лаком замоделировать. Вот так вот. Анна, почему отслойки с торцов при покрытии гель-лаком? Потому что ногти, ногти у нас сухие, ломкие. Гель-лак их сушит еще сильнее. Ноготь скручивается, гель-лак отслаивается. Все, все понятно. Делаем жесткий каркас на свободном крае, укрепляем гелем, соблюдаем толщину торца и будь счастье. Скалывается запечатка. Не пойму, у одной и той же клиентки не знаю, что делать. Неделя и все. Запечатка может скалываться, если тонко замоделирован торец, жесткие системы, в тонкую толщину их нельзя класть, они откалываются. Либо затекла запечатка под ноготь, вы ее не допилили изнутри. И клиентка такая, знаете, некоторым пофиг, они не будут ковырять. А есть такие, будут сидеть и так вот под ногтями искать. Зачем там зацепиться? Если она найдет, за что зацепиться, она зацепится и оторвет вместе с поверхностью геля. Аня, как быть с возрастными, желтыми, толстыми, сухими? Ой, это разбираться надо, что вы имеете в виду под желтыми, толстыми, сухими. Если есть возможность, пришлите фото в директ. Монофаза можно наращивать? Да, монофаз это самый универсальный гель. Им можно и укреплять натуральные ногти, и наращивать и короткую длину, и длинную длину, и арки, и как финишом им можно покрывать. Монофаз это однофазный многофункциональный гель. Но на хорошие, нормальные ногти. Если ногти очень влажные и слабые, хотя бы базу гель-лака используйте под монофаз. Его на хорошие ногти можно и без базы. В нем есть 20% адгезива. Но для слабых ногтей 20% адгезива это мало. Слабым нужно 100%. А жидкая база гель-лак это 100% чистый адгезив. Вот видите, вот по идее вы должны вот так же уметь, как я, анализировать и быстро отвечать. А что на эти, вы знаете, а если такие ногти, что нанести? А если такие, то что? А если так, то вот так. Я хочу, чтобы вы все были грамотными специалистами. И вот настолько, вот вы даже смотря мои эфиры, чем чаще вы будете смотреть и слушать, у вас это будет укладываться, укладываться, укладываться. И рано или поздно это скопится, понимаете? И все. И вы наполнитесь этой информацией. И она будет у вас в голове. И вы будете насмотренными мастерами, грамотными, правильно отвечающими на вопросы клиента, подбирающими технологию. Вот прям это моя мечта. Как не пересушивать? А то при снятии всегда слоится свободный край. Не пересушивать, использовать гелевую систему. И супер бонд базу, гель сверху, никаких кислотных праймеров ни в коем случае. Ни в коем случае не делать гель-лаковое укрепление с размачиванием жидкости. Это хана просто ногтям сразу. А под гель-лаковую твини хард базу нужно наносить, чтобы не усадки не было. Под гель-лаковую базу твини не нужно наносить хард. Наоборот, ее сверху можно наносить, чтобы не было усадки. Сверху можно. Причем, знаете, вы знаете, что хард база, ее можно как финиш использовать. То есть вы твини моделируете, берете хард и сверху ее покрываете и капельку выравниваете, ставите, сушите 2-3 минуты. И все, не нужно топом покрывать. Хард, она может использоваться как финиш. Финишный укрепляющий слой. Вы как будто покрыли финиш, но поставили капельку, выровняли, хорошо просушили, сняли липкий слой, все, ногти готовы. Кстати, как финиш она носится вот так, для тех, кто не знал. Трамплины чем лучше выравнивать? Ну, густой, какими базами. Если гель-лак мы имеем в виду, то файбер база классно подходит. Вот, ее в одну каплю, в объемную, очень легко, комфортно выкладывать. Даже если не в одну, то в две. Ну, жидкой нельзя, потому что там 5 слоев надо будет. Трамплинах, вот, них же нужно вот такое место выровнять до изгиба. Сколько нужно мне слоев туда жидкой базы навалить? Мы стараемся использовать какой-то, какой-то вязкий, более вязкий материал и выравнивать до изгиба красиво. Подскажите, Изи Ван хорошо держится? Изи Ван хорошо держится на слабых ногтях. Он из гелевой системы самый эластичный и мягкий. Если плохие ноготочки, тоненькие, но сухие при этом, то Изи Ван классно подходит для укрепления. Но желательно все-таки запечатывание. Чем делается запечатание свободного края? Запечатывание свободного края – это композит, натуральный композит или софт-пинг-желе. Очень интересно, спасибо, спасибо большое. А почему может ослаиваться гель? Ногти тонкие, скручиваются, не выдерживают. Может быть, тонковатая толщина торца. Ногти, вы знаете, они же внутри, вот здесь, они голенькие внутри, с той стороны. И они влагу в себя впитывают. В любом случае, ногти – это губка. Они впитывают ногти, влагу, так вот, когда впитывают, разравниваются такие. А когда высыхают, начинают так вот скручиваться. Если сверху тонкая толщина геля, он просто не держит ноготь. И он тык, гель остается на месте, а ноготь идет на скручивание. Для таких ногтей обязательно запечатка, она как каркас держит их, вот так вот. Они такие хотят скрутиться, она стоит на месте ровно, и она будет их держать. Почему с запечаткой ногти всегда от коррекции к коррекции ровны у них, они ровненькие, они не скручиваются. То, что запечатывание – это профилактика. А – от слоек, В – скручивание. Сколько можно ходить максимально с гель-лаком? Очень нравится дизайн, брать не хочу. Но если вы чувствуете, что, раз тем более у себя, на вас он, вы чувствуете, что не идет нагрузка на свободный край, ногти не болят. Но, в принципе, до полутора месяцев можно походить спокойно. Какие у вас серьги, кайф? Хочу такие, где купили? Я всю бижутерию покупаю в BeFree. Обожаю этот магазин. Там всегда необыкновенная крутая бижутерия, вот именно необычная. Но там быстро раскупают. Я этот магазин люблю, я его мониторю. И когда появляются вот у меня такие с гайками сережки, это тоже оттуда. У меня практически вся бижутерия оттуда. Монофаз на сухие ногти подходит? Подходит. Анна, супер, спасибо огромное. Монофаз лучше в банке или в бутылочке. Вот смотрите. Хочу вам... Сейчас переверну. Вот. Вот я подготовила подставочку для вас, чтобы показать, вот что в арсенале у мастера может быть... У мастера прям вот профессионального. Смотрите, вот здесь я поставила гель-лаковую систему. Сейчас объясню, что к чему. Вот здесь поставила гель-лаковую, топчики. И вот здесь у меня идет лечение. Лечение. Неллпреп обязательно. Дегидротант. Удаляет влагу. При гель-лаке на зону кутикулы. При геле полностью на всю ногтевую пластину. Ультрабонт. Грунтовка. Ультрабонт в геле на всю ногтевую пластину. При коррекции на отросшую часть. При гель-лаке тоже можно на весь ноготь, если не планируете размачивать. Если планируете размачивать, то на свободный край. Это вот подготовка. Неллпреп ультрабонт. Это два средства, которые должны быть обязательно. Без них никуда. Дальше у нас что идет? Вот мы подготовили ноготь. Дальше у нас идет этап моделирования. Если в гель-лаковой системе, то мы можем использовать файбербазу. Вот у меня они. Тут 4 штуки стоит. Можем твинни гель использовать. Медиум базу в качестве укрепления. Или камуфлирующую. У меня 12-я. Я, кстати, очень люблю эту базу. У нее такой цвет молочный. Такой, как розовый, но белесый. Очень красивый, кстати, оттенок. Если у нас гель-лаковое укрепление, но тонкие, слабые ногти, мы под файбербазу или под твинни гель, или под камуфляж наносим тоненьким слоем жидкую базу. Все. Это у нас гель-лаковая система. Если это гель-лаковая система, то то же самое. Нелпреп, ультрабонд. Да? Если у нас влажные ногти, но нам нужно поставить гель, мы обязательно базу жидкую берем гель-лака, и затем уже моделируем гель-лаковой системой. Если ногти очень слабые, тонкие, скручиваются, то после базы жидкой гель-лака мы запечатываем свободный край запечатывающим гелем. В данном случае натурал композит. Это может быть софт пинг желе, может быть просто композит. Либо можем укреплять также свободный край акригелем. Пожалуйста. Вот. Запечатали свободный край. И уже моделировать мы можем гелем классическим. Монофаз, софт пинг, софт ньют. Вот. Вот смотрите. Гели, вот вы задавали вопрос. Чем отличаются гели во флаконах от гели в банках? Ну вот возьмем, допустим... Вот эти все гели, они есть и в банке, и есть во флаконе. Софт пинг. И вот у меня есть софт пинг в банке. Чем отличаются? Сейчас вы сами все поймете. Видите консистенцию? Как гель-лак. Как обычная камуфлирующая база. А теперь смотрим в банке. Цвет тот же. Видно, да? То есть в банке гель, он гуще, чем во флаконе. Но по свойствам они одинаковые. Это два геля. Классических, нерастворимых. С одинаковой жесткостью. Но этот жижи, этот гуще. Здесь зависит от вашего комфорта. Удобнее вам работать более густым. Средней вязкости. Берите ниже средней степени вязкости. Я люблю работать с жидкими, которые быстро выравниваются. Я быстро работаю. Поэтому мне лучше гели, которые жижи. Если вы еще медленно, не быстро работаете. И для вас жидкие они будут течь. Вы не будете успевать их раскладывать. Берите в баночки. Все. Это также и монофаз, и софт ньют. Они есть в банке и во флаконе. При совмещении мы берем базу с гель-лаковой системой, если влажные, тонкие, слабые ногти. Запечатываем натурал композитом и гель-лаковой базой моделируем. Если это возрастные сухие ногти, мы полностью используем гелевую систему. Это подготовка NELPREP Ultra Bond. База Super Bond. Помним, что она не сушит ногти. И запечатываем также жестким гелем и моделируем. Софт ньют, софт пинг, монофаз, гель. Полностью берем гелевую систему. В качестве финиша можем использовать как на гель-лаковое, так и на гелевое покрытие. Top Teclos, Top Velvet Ultra Shine. Ultra Shine самый глянцевый топ. Топ, дольше всех носится, блестит, не зацарапывается, не желтеет на белых цветах. Ну, Teclos мы все знаем, он у нас незаменим для шармикон. И Velvet Top, это если мне нужны матовые ногти. Вот смотрите, гель-лаковая система. Здесь нет ничего лишнего. Четыре цвета файбербазы. Один у меня тфини. Ну, как можно и набором иметь. Это вот если нужно прям классный, красивый маникюр за полчаса. Опоздала клиентка. Базовый медиум, если прозрачный очень сильно хочется. Ну, можно в принципе вот здесь либо клер базу иметь, либо медиум. Ну, я бы выбрала файбербазу. Ладно, медиум уберем. И камуфлирующий цвет обязательно под френчик, допустим, просто обязательно должен быть. То есть у клиента должен быть выбор в цвете под френч. И у вас должен быть выбор в моделировании. Поэтому вот такой стандартный набор для гель-лаковой системы. Ну, гелевая система. Здесь тоже все абсолютно минимальная база. Монофаз прозрачный гель. Им можно нарастить... Кстати, любым гелем и монофаз, и Soft Pink, и Soft Nude можно и нарастить небольшую длину, и смоделировать архитектуру. Все. И финиш еще из Brilliant. Это финиш классический с липким слоем. Это вот если вы очень сильно любите гели с липким слоем. А так, в принципе, ультрашайна достаточно. Так. И лечебная система у нас. Ну, это не отсюда. Natural Force. Это если, ну, просто безумно плохие ногти, и клиентка только хочет с размачиванием делать гель-лак, вот только с гель-лаком. Вот только. Но, конечно, лучше объяснять клиентам, что размачивать гель-лаком каждый раз не рекомендуется. Ногти будут ухудшаться. Мы используем Natural Force как лаковый квадрат для того, чтобы быстрее размачивалось жидкостью. Ну, либо Natural Force также, если клиенту нужно отрастить свои натуральные ногти, он просто хочет все снять, оно входит в декрет, рожать, уезжает, переезжает. Мы используем Natural Force. Это лечебное лаковое покрытие 80% натуральных веществ. И назначаем клиенту восстановительную терапию лаковую. И бустер вот в этом случае тоже используется. Мы знаем, да, бустер – это жидкий полимер. Наверное, Вера уже тоже всем этот плеш проела, этой суперсистемы. Жидкий полимер для напитывания, укрепления ногтевой пластины. Использовать можно только... Мама не поймет, сейчас я сбросила один раз, она мне начинает сейчас перезванивать. Не дойдет до человека. Ну и масло для кутикулы обязательно мы имеем. Кремушек какой-нибудь там, масочки. Вот, у меня что еще здесь есть? А, еще у меня форм гель натурал. Форм гель натурал. Мне он очень нравится. Для наращивания натуральных ногтей, чтобы как натуральный ноготь были с внутренней стороны. Смотрите. Желтенький. Он идеально самовыравнивается. Для моделирования без опила он прям классный. Мы им наращиваем свободный краешек, подпиливаем его и моделируем гелем каким-нибудь жидким из флакона. Это наращивание без опила. Про хард открытия, про финиш. Прям экономит. Спасибо. А если ногтевая пластина сухая, но руки очень часто находятся в воде. Руки очень часто находятся в воде. Пластина сухая. Ну, гелевая система и все, ничего страшного. Ну, можно базу гель лака только использовать на дно, чтобы она влагу абсорбировала. Боже, Аня, вы такая артистичная. Спасибо. Расскажите, что надо иметь в наличии на начале работы. Вот. Гель лаковая система. Набор. Гелевая система. Три вида топа. Лечение. И четыре геля минимально. Вот. Вы не обойдетесь никогда одной банкой геля. И это не экономит вам деньги, поверьте мне. Вы же, когда пользуетесь, делаете совмещение, вы же по капельке из каждого флакончика. Или полностью из банки. По деньгам это то же самое. Только здесь дело в грамотности и профессиональности. Поэтому я рекомендую, конечно, вам иметь вот... Ну, это минимальный наборчик. Потом вы уже начнете понимать, допустим. Ой, хочу там цвета какие-то еще баз докупить. Еще чего-то, еще чего-то. Ну, естественно, черный-белый. Мама получит сейчас у меня. Сейчас я ей перезвоню после эфира. Сто раз говорила. Если сбрасываю, не звоните мне. Прям злюсь. Злюсь. Я вообще такая... Я злюсь часто, эмоционирую. Ну, я этого не скрываю, не стесняюсь. Ну, и на близких, естественно. На коллег, на близких срываюсь. Срываюсь. Ну, стараюсь. Подышали. Подскажите, пожалуйста, почему твини-база на третью неделю отслаиваться? Одна клиентка пришла вообще со снятым покрытием. После этого, Владимир, Дежан, Готири, они отошли. Повышенный контакт с водой, возможно. За счет того, что твини-камуфлирующая база еще и с блестками, под нее нужно жидкую базу использовать. Ультрабонт и жидкую базу обязательно. Вы сегодня очень девочка-девочка. Да, я сегодня в платьюшке. У нас жара сегодня просто вообще. А короткие ногти без наращивания не отрастить, скручиваются еще гадины. Короткие можно отрастить без наращивания. Но если запечатывать. Но без геля, без жесткого не отрастите, девчулечки. Если хотите отращивать ногти свои, чтобы они не скручивались, это гель. Харт и монофаз одинаковые, очень похожи. Харт пожиже. Сохраните эфир, сразу сохраню. Под файбербазу нужно жидкую базу. Под файбербазу, под камуфлирующую и под блестящую, да, под прозрачную, можно не наносить. Про бустер. Под гелевые ногти бустер нельзя наносить. Только под гель лаковые и лаковые. Эфир сохраню. Сохраните флаконы с вальной кистью. Пока только девятки, да. Монофаз бутылочки 15 миллилитров будет. Не знаю пока, если честно. Вы забыли о топ-слайдере. Да, топ-слайдер тоже должен быть в наборе. Спасибо. Это для работы со слайдерами. Или если вы покрываете неоновыми оттенками из базовой коллекции, наносите как топ, слайдер, топ. И надо, ну, чтобы не было этих флуоресцентных разводов, как бывает. Фарт можно использовать так. Блин, 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 блин. Маме простительно. Простительно. Я прощаю. Я уже простила. Но скажу обязательно. Еще раз напомню, что если я сбрасываю, мне не перезвонят. Для грызунов что лучше, верхнее, обычное или стекловолокно? Стекловолокно. Я же рассказывала. Вы, наверное, пропустили. Верхние формы. Фу, господи. Мультиформы. Мультиформы. Стекловолокно. Не надо, мама у нас одна. Да не переживайте, девочки. Это нормально. Это нормально, понимаете? То, что у нас вызывают эмоции. И родители тоже вызывают. И дети вызывают. И злость иногда. Но это же злость. Она мимолетная. Понимаете? Нужно принимать это. Скажите мне, кто-нибудь из вас не злится на своих близких когда-нибудь? Я никогда в это не поверю. Просто я об этом говорю. И это принимаю себе. А то, что мама у нас одна. И она любит, блядь, жалей. То никто не спорит с этим. Здравствуйте. Немного не по теме, как с вами связаться. Я вам звонила два раза. И писала, чтобы вы мне перезвонили. К сожалению, не видела, чтобы вы мне перезвонили. Меня писали в директ. У вас есть мой пропущенный номер. Перезвоните мне. Анна, подскажите, пожалуйста, базу под гель. А то у меня гель поднимается. Базу под гель. Анна, подскажите, пожалуйста, базу под гель. А то у меня гель поднимается в зоне кутикулы. база жидкая гель-лака эми бейс гель так я отрастила я отрастила никогда не думала, что у меня будут длинные ногти они будут мешать работе отращиваем только с гелем я буду с вами, мальчики, девочки я буду прощаться, уже больше часа эфир, мне нужно обязательно его сохранить и выложить в ленту, напоминаю, что до конца дня действуют скидки распродажа на курсы онлайн повышение квалификации, список большой выставлю ссылку со свайпом в сториз и в шапке профиля они у меня есть, кому нужны программы повышения квалификации, успейте приобрести всем хорошего дня классных вам клиентов какая вы терпеливая я на самом деле нет я просто опытная я уже опытная все, пока сохраняю а Продолжение следует...